Швеция, Мончегорский, Мурманск. Юные игроки в Бенди сошлись в схватке на льду стадиона строителя. Матч, посвященный памяти знаменитого хоккеиста с мячом и заслуженного мастера спорта Константина Залетаева, собрал ребят из двух стран. Денис Прокопенко пообщался с участниками турнира и дал свою оценку подготовке спортсменов. Под бой барабанов на льду выстраивается стройная колонна игроков в Бенди. Несколько команд из Мурманска, Мончегорска и Швеции собрались хорошей игрой почтить память почетного мастера спорта по хоккею с мячом Константина Залетаева. Иностранные гости уверены, они станут победителями, ведь Бенди в Швеции – спорт массовый. Ну, во-первых, это популярный спорт у нас, у меня много друзей им занимается, поэтому я и выбрал Бенди. Международный состав матча объясняется просто. Известный хоккеист успел поиграть не только за сборную России. Некоторое время он сражался за шведский бенди-клуб «Каликс». Если у нас в командах одни юноши, то у шведов на лед наравне с парнями выходят и девушки. На самом деле я сначала занималась фигурным катанием, но ко мне потом подошли и спросили, не хочу ли я играть за хоккейную команду. Я подумала, почему бы и нет, и вот уже пять лет занимаюсь этим спортом. Мурманчане тоже не намерены сдаваться. На вызов соперников им есть чем ответить. Наши юниоры в хоккей с мячом играют третий год и, по замечанию тренера, делают огромные успехи. Они вчера так порадовали вообще, по сравнению с прошлым годом они очень потянулись. В мастерстве своем, в пасек стали играть, в отличие от того года. Кто-нибудь возьмет и поедет один. А в этом году хоть как-то они в пасек играют, молодцы. Познание основ игры уже на первых минутах помогли мурманчанам забить в ворота манчегорской команде мяч, а следом закатите второй. Никита Пашкин – игрок сборной шестой спортшколы. Сегодня то и дело пытается прорвать оборону противника. Хоккей с мячом парень любит и видит в нем сплошные плюсы. Потому что это игра, как, ну, можно скинуть лишний вес, можно научиться хорошо играть, ну и все вроде. Кто из схватки команд по бенде выйдет победителем, будет известно позже. А пока зрителям остается лишь болеть за игроков своих команд, поддерживать их громкими криками с трибун и надеяться, что фортуна от ребят не отвернется. Ведь удача на корте порой играет роль не меньше, чем мастерство.